На днях Российская Академия Образования предложила исключить и школьные программы Достоевского и Толстого, заменив их теологическими науками. Как вы считаете, с чем это связано? Не пытается ли власти сознательно отоплять население, лишая его гениальных и признанных памятников литературы и одновременно дискредитировать религиозное знание? Это вопрос очень непростой и однозначного ответа на него нет. Помня даже себя в школьном возрасте, я был достаточно продвинутым с точки зрения чтения юношей, и то Достоевского в принципе я читал с большим трудом и в общем-то ничего не понимал. Достоевский и Толстой писали не для юношества, на самом-то деле. И включение их в школьную программу, даже в старших классах, для большинства учащихся, это пустой звук, если так просто говорить. Если я еще Толстого, скажем так, читал и пытался понимать, то большинство моих одноклассников, напомню, это было в советское время, когда образование было вполне классическое, фактически приближенное к гимназическому, не только не читали, но и даже не открывали. А на всяких сочинениях и прочем, максимум, пытались списывать. Поэтому вопрос о целесообразности Толстого и тем более Достоевского для школьной программы, он действительно дискуссионный. Для того, чтобы, еще раз повторяю, для того, чтобы читать и понимать, что хотели написать Толстой и Достоевский, нужно хотя бы обладать определенной зрелостью. Плюс, не надо забывать, что когда я перечитывал уже Толстого, перечитывая его, если не ошибаюсь, уже после института, я уже достаточно образованный был в историческом плане человек и понимал, о чем он пишет. Для меня масса нюансов, которые вызывали восторг современников, Льва Николаевича, была понятна. То есть я понимал, что все такое гусары, кто это на самом деле. Я знал, что такое дуэльный кодекс и даже его успел прочесть. Я понимал, как выглядело в глазах общества поведение Анатолия Курагина или Наташи Ростовой, когда она собиралась с ним сбежать. Я понимал, почему князь Балконский-старший не видел в родстве с менее титулованными, скажем так, родами какой-либо... Не одобрял брак своего сына на Наташи Ростовой. Поскольку, хотя Ростовы были графы, но не относились к старой знать, которые относились к Балконске, прообразом которых были, видимо, Балконске. То есть я только понимая и зная всю эту массу нюансов, можно в полной мере по достоинству оценить творение Толстого, которое классическое творение XIX века. Конечно, всесторонний или хотя бы нормально образованный человек должен прочитать и Ростовы, и Толстовы, и Достоевского. Но еще раз подчеркиваю, для школьной программы в настоящее время полагаю, что может быть и есть рациональное зерно снятия их с современной школьной программы. Может быть, подчеркиваю, это не значит, что Достоевский и Толстой не должны изучаться, но школьниками, по крайней мере, они должны быть рекомендованы к прочтению, как минимум. Что же касается замены теологическими программами, какими-то предметами, то, во-первых, надо посмотреть, что это за предметы будут. Во-вторых, если это касается именно православного образования, то во всем мире всегда было принято в качестве такого рода, организации такого рода образования, понятие «воскресная школа». То есть день, когда формально дети не учились, но могли, по желанию родителей, получать дополнительное образование, изучать основы христианства, изучать Библию и другие предметы. Мне кажется, что, поскольку, опять же, воскресные школы существуют сейчас при многих храмах, желающие родители могут дать ребенку соответствующее образование, начало теологического образования, начало христианского мировоззрения. Вводить прямо сейчас в школьную программу данный предмет, на мой взгляд, ну, мягко говоря, не даст никакого эффекта. Большая часть населения будет рассматривать данный предмет в качестве необязательного, и он будет еще менее понятен детям, чем Лев Толстой и Достоевским. Я, на самом деле, лояльно отношусь к тому, чтобы священники присутствовали в православной церкви, присутствовали в школах. Лояльно. Но делать такого рода программу обязательной, очень сомнительное предложение и вряд ли удачное решение. Сложно высказываться на подобного рода вопросы. Такое огромное количество нюансов, такое огромное количество деталей. В конце концов, от нашей власти уже давно не приходится ожидать позитивных каких-либо реформ. Поэтому, если уж собрались что-то вводить, то пока не будет конкретики, вообще обсуждать бессмысленно. Если ребенка будут пичкать в рамках теологической подготовки самыми разными, как миксом из различных религиозных представлений, не знаю, какой это даст эффект. 30 сентября исполняется ровно год с момента, как армия России вступила в Сирийскую войну. Как вы оцениваете деятельность наших войск на этом направлении за прошедший год? Мы имеем в полном объеме повторение нашей советской афганской авантюры 30-летней или уже 40-летней давности, фактически. Когда Советский Союз, вводя войска в Афганистан, так называемый ограниченный контингент, тоже имел в планах на несколько месяцев зайти, решить какие-то насущные вопросы, направить Афганистан по определенному пути развития и вывести контингент, то есть если дальше и воевать, то руками афганского правительства, полностью лояльно и под контролем. Результат мы знаем. 10 лет достаточно кровавой войны, в которой было сожжено огромное количество ресурсов. Результат даже не ноль, а сильный минус. Для Афганистана это точный минус, поскольку Афганистан погрузился в пучину непрерывной военной катастрофы. И по сей день продолжаются боевые действия на его территории. Для Советского Союза минус тоже был огромен, поскольку война, даже ограниченная, сжирает несоразмерное количество ресурсов. То же самое сейчас происходит в Сирии. У нас сейчас смышление в основной части населения клиповое, и люди через две недели не помнят, что им втирали по телевизору полтора десятка дней назад. Тем более мало кто помнит, под какие вопли, под какие фанфары начиналось схождение в Сирию. Зайдем и быстро выйдем. Быстро поможем Асаду победить врагов, в первую очередь исламистов, террористов. Уничтожим их на чужой территории, малой кровью, могучим ударом. Прошел год. При всей нашей военно-технической помощи, которая, естественно, не ограничивается только наличием авиационной группировки и ее охраны, и тем более ни разу еще не стрелявшими, и дай бог, чтобы дальше не стреляли, дивизионов ПРО, вот, даже не считая всего этого, туда вбито огромное количество ресурсов. Сирийский экспресс – это не просто снабжение нашей группировки, это снабжение фактически всей сирийской армии. То, что я сейчас наблюдаю, даже на тех фото, которые обмелькают в интернете, показывает, что сирийцев вооружают самым современным российским оружием. Недавно, буквально, несколько дней назад, обмелькало, где сирийские и иракские боевики, шиитские, штурмующие Алеппо, вооружены огнеметами РПО «Шмель». Естественно, ни в Иране, ни в Сирии, ни в Ираке данный огнемет не производится. Это специзделие исключительно российское. То есть ресурсы туда тратятся огромные. Конца и края этой войны не видно. Предпринятые военные усилия за год не позволили Асаду добиться ничего, кроме двух вещей. Первое – это стабилизация собственного положения, то есть отступление, сдача городов и провинций прекратилось. Второе – тактических успехов на ряде направлений, которые пока ни в оперативные, ни в стратегические не переросли. Взятие Пальмиры – это взятие культурного артефакта, но в качестве серьезного пункта на территории Сирии ее значение сильно преувеличено. Бои в Алеппо намного более важны со стратегической точки зрения. Если войска Асада и союзников, а в первую очередь город штурмуют не войска Асада, а иранские, иракские, афганские наемники, наши частные военные компании и так далее, если удастся взять Алеппо, это будет очень серьезный стратегический успех. Но до него еще, во-первых, далеко. И даже если Алеппо удастся взять, что с одной стороны возможно, с другой стороны не факт, то война-то на этом не окончится. Даже если Россия умудрится каким-либо образом ввести в Сирию огромный контингент, допустим, 1100 человек, из которых значительную часть будут составлять реальные сухопутные войска, непосредственно задействованные в боях, и даже в результате этого удастся освободить часть городов и провинций, которые были потеряны, допустим, оторвать значительный кусок УИГИЛ, война-то не кончится. Она перейдет просто в стадию войны с курдами, которые отнюдь не собираются жить в Единой Сирии и признавать власть Асада. Она перейдет в войну с проамериканскими группировками, она перейдет в войну с протурецкими группировками. И она не кончится практически никогда. Сколько туда сил не загоняй, навести там порядок невозможно. По одной простой причине. Большая часть населения все-таки против Асада. И ресурсы всех окружающих Сирию стран будут нацелены на подпитку этих боевиков. Мы получим второй Афганистан. Может быть, не не Афганистан по территории, но вполне соответствующий по населению. И исключительно плохо обеспеченных в плане снабжения. Поэтому вывивать там можно будет очень долго. И угробить там огромное количество ресурсов. Собственно говоря, прошедший год, это тезис о том, что сирийская авантюра не имеет победоносного завершения, прекрасно подтвердил. После конфликта с Турцией, назревает конфликт со Соединенными Штатами и их союзниками в регионе, который вообще может привести к региональной войне и разгрому нашей группировки. Другой вопрос, который я уже касался в некоторых своих выступлениях и статьях, это то, что Сирия фактически на данный момент стала точкой невозврата в российско-американских отношениях. Планируя каким-либо образом в Сирии помириться с Соединенными Штатами, Путин и его команда на самом деле лишь усугубили конфликт. Их неготовность стать просто прислугой в американских планах, а попытка играть какую-то собственную роль, пусть даже роль младшего союзника, но самостоятельного союзника, она категорически неприемлема для Запада. И поэтому война в Сирии на данный момент резко обострила все противоречия с Соединенными Штатами, сорвала фактически так называемое Минское регулирование, то есть сдачу Донбасса. И привело к тому, что Путин получил вторую черную армянку от Запада. Хотя бы в этом отношении, если это можно назвать позитивным моментом, то это позитивный момент. Ничего не жду хорошего от Сирии. Поражение там может быть вяло текущее, может быть быстрое, но оно неизбежно, к сожалению. И самое главное, что никаких национальных интересов, как не было у нас в Сирии, так и нет. Да и государственных, в общем-то, тоже. На прошедшей неделе бюст Иосифа Сталина, незаконно установленный в Сургуте, был демонтирован властями. Данная акция вызвала широкий общественный резонанс. Общество раскололось на два лагеря. Одни одобряли снос памятника, другие резко негодовали. Как, по вашему мнению, следует минимизировать напряженность относительно подобного рода острых вопросов? Стоит ли вообще увековечивать память Сталина? Когда меня упрекают в том, что я являюсь аплагетом Сталина, это откровенно угуд. Я никогда не был аплагетом Сталина. Тем не менее, я всегда отмечал, что Сталин – это часть нашей истории. При всем желании, хотим мы этого, не хотим, мы не сможем вычеркнуть из истории этого человека. Так же, как не сможем вычеркнуть из нее Ленина, Троцкого, Николая Второго. Петра Первого, Екатерину или Ивана Грозного в зависимости от политической конъюнктуры. Никогда и никак. Хотим мы этого или не хотим, история абсолютно безразлична. Сталин управлял страной в течение более чем 20 лет. За это время страна претерпела гигантские изменения. И позитивные, и негативные. Тут можно говорить и разбираться в этом часами, и устраивать сколько угодно круглых столов. В любом случае, страна изменилась неузнаваемо. Именно при Сталине. И отмахнуться от этого, назвать Сталина полностью преступником и негодяем, и на этом фоне проклясть и забыть, по большевистскому примеру. Помните, как вырезали фотографии, вымарывали имена, рекомендации выпускали, что надо выдрать из большой советской энциклопедии, каких персоналей. Это все бесполезно. Мы не сможем этого сделать. И не должны этого делать. Мы должны понимать, что Сталин это история. Наша история. И воевать с историей бессмысленно. Самые ярые борцы с большевизмом ведут себя зачастую, как оголтевые большевики. Им наплевать, к чему приведут их действия. К чему приведут они в настоящем и в будущем. Они в прошлом. Прошло недоступно. Им важно самоутвердиться путем самоутверждения собственной идеологии. Как это отразится на жизни общества, им глубоко все равно. Аналогично и так называемые неокоммунисты ведут себя так, как будто бы на дворе начала 20 века они идут к власти под руководством единых гениальных Ленина и Труцкого. И тоже ничего, как это, помните, старое, да, ничего не забыли и ничему не научились. И, в общем-то, идентичность ультрабелых и ультракрасных, причем я беру и тех, и других в кавычки, она просто наглядно видна. Ведут себя абсолютно одинаково. Плевать на то, что в стране совершенно другие задачи. Плевать, что закончилась гражданская война 100 лет назад. Дай им волю, они бы ее снова развязали. Причем, естественно, сами бы воевать не стали. Сидели бы на диванах и выступали бы на митингах с броневичков. Сейчас эта война выливается в свержение бюстов Сталина, в вывешивание расстрела доски Маннергейму и прочее, прочее, прочее. И этим достигается, на самом деле, задача, которую просто ставят наши враги. Враги вообще России и русского народа как таковые. Стравить и не дать объединиться. Это основная задача, которую враги России и враги русского народа сейчас реализуют. Создать массу маргинальных группировок, которые будут поливать друг друга грязью, отвлекать внимание людей от кризиса, от того, что страна распродается по частям, от предательства русской весны, от ситуации на Донбассе. В конце концов, когда будет поражение в Сирии, надо будет от этого как-то отвлекать. Идет забалтывание. Откровенное забалтывание и стравливание. В газетах и по телевизору не станут писать о том, что уровень жизни падает. Это можно только в интернете найти, и тонны в специализированных сайтах. Зато доскам Энергеему и Бюст Сталина распространяются примерно так же, как фотографии котиков. В таком же объеме в интернете. И как это ни странно, это имеет эффект. Ну, это не странно, но тем не менее. Вот мне вчера написал ополченец, который служил в моем штабе на должности связиста. И он пишет, что в его группе, то есть в группе людей, которых он знает, тоже по-славянску, по-донецку, из-за доски Энергеема и Бюста Сталина переругались все. Причем переругались до личных ссор между людьми, которые вместе сражались против общего врага. Вот он, пожалуйста, эффект. Друзья-либерасты и пропагандоны из команды Суркова, Володина и всех прочих мерзавцев там. И с эхо Москвы, и новые газеты могут аплодировать. Эффект достигнут. Я стараюсь не комментировать ни доску Манергеема, ни ее повреждения, ни установления Бюста Сталина, ни снятия Бюста Сталина. У меня, естественно, есть личное мнение. И по поводу Манергеема, и по поводу Сталина. Оно, кстати, не настолько отрицательное по отношению к Сталину, несмотря на общее мое к нему отношение. И не настолько положительное по отношению к Манергеему. Я считаю, что и то, и другое это всего лишь провокации. Надо смотреть в корень. Это провокации. Покойного Манергеема и покойного Иосифа Виссарионовича используют как повод для того, чтобы мы между собой передрались и переругались. Поэтому я не буду комментировать ни того, ни другого. Не буду ввязываться в эту абсолютно бессмысленную свару, нацеленную на раскол патриотов, на фракции перед решающими событиями, перед борьбой за Россию. Следую, я еще добавлю, что мне уже приходилось многократно читать, никогда мы не объединимся с булкохрустами, прославляющими Манергеема. С другой стороны, никогда мы не пойдем в союз с красной сволочью, поставившей Бюст Сталину, с любителями кровавого и усатого диктатора. Вот это никогда приведет к тому, что мы и дальше будем гнить, нас будут уничтожать, и когда Россия вообще уже не останется трудами людей, которые все это устраивают. Вот тогда, может быть, кто-нибудь задумается о том, на кой ляд вступили в драку с теми, кто является, по крайней мере, на данный момент союзниками, уж в любом случае ближе, чем люди, которые вообще ни во что не верят. Ни в Сталина, ни в Манергеема, ни в Николая II, ни в Бога, ни в черта, а верят только в доллар и в свою гидронистическую жизнь. Недавно Вы написали о новой инициативе правительства ДНР, затрудняющей работу гуманитарных организаций. В чем суть трудностей, которые Вы испытываете? Планируете ли Вы в дальнейшем продолжать свою гуманитарную деятельность? Сейчас вопрос о продолжении поставок гуманитарной помощи, если это можно назвать поставками, он находится в стадии решения. На территории ДНР находится прапор, который изучает возможность продолжения направления гуманитарной помощи. Сейчас у нас практически собрана очередная фура для отправки, даже, наверное, уже с лихвой. И даже есть средства на то, чтобы ее отправить. Благодарю, пользуюсь возможностью поблагодарить, анонимного жертвователя, который выделил целевым способом средства на отправку очередной фуры. Если те правила, которые опубликованы, которые размещены у меня, в том числе на странице, то есть приказ министра МЧС ДНР о правилах организации приема и распределении гуманитарной помощи. Если эти правила будут введены в жизнь, то фактически мы больше гуманитарную помощь поставлять не сможем. У нас нет столько освобожденных работников, которые могут все закинуть, собросить все свои дела и посвятить себя беготне и составлению разнообразного рода бумажек, отчетов, заявок и прочего. Это количество трудодней на оформление каждого груза потребует двух-трех человек, которые только этим будут заниматься. У нас нет такого количества грузов. Просто нет. Чтобы ради этого держать несколько освобожденных работников. Но даже если было такое количество, мы не смогли бы себе это позволить по финансовому соображению. Естественно, если мы найдем малейшую возможность, мы продолжим оказывать помощь, в том числе потому, что, как вы, наверное, знаете, распределение гуманитарной помощи из России для малоимущих, то есть помощи, поступающей по официальным каналам, полностью прекращено. Теперь малоимущие граждане смогут получать по целых 333 рубля в месяц в качестве компенсации за отсутствие гуманитарной помощи. Ну вот давайте прикинем, что сможет человек в месяц купить на 333 рубля. То есть на 33 рубля и 33 копейки в сутки. Я не знаю. Я просто не знаю. Соответственно, если сокращается поток гуманитарной помощи российской, то сокращается, то сокращается возможность населения выживать, причем самых социально ущемленных своих населений. Про господ Захарченко, Плотницкого и Шайку я не говорю. Они очень хорошо живут. Также там неплохо живут все, кто связан с угольной промышленностью, с владением угольной промышленности. И хозяева ресторанов, ночных клубов, стриптизов и всех прочих патриотических народных заведений. Я беру все в кавычки. А для социально ущемленных людей, в том числе особенно тех, кто находится под непрерывными обстрелами на разрушенных окраинах Донецка, где-нибудь в Коминтерново, где-нибудь в Еленовке, в окрестностях Дебальцево, в самом Дебальцево, для них это будет мощнейшим, серьезнейшим ударом. В общем, помогать будем в любом случае. Если не получится отправлять грузы в ДНР, будем отправлять в Уганскую республику. Там тоже есть подводные камни. Например, мы работали по схеме. Мы сначала завозили груз в ДНР, а оттуда часть грузов отправляли в Уганскую республику, поскольку контроля за перемещением грузов из ДНР в НР фактически не было. А в Уганской республике пока легче завозить помощь туда, но ее очень тяжело вывезти на территорию ДНР. Это считается контрабандой. Бред, да? Две народные республики, которые состоят из одного народа, но в обоих сидят два проща на ровном месте, которые устроили, максимально стремятся обособиться друг от друга и затруднить жизнь тем гражданам, которые их якобы выбрали. Ну, особенности Соковской политики. Это все Владислав Юрьевич. Именно он выбирал самое дерьмо из всех сортов дерьма, какие есть. Сам дерьмо, соответственно, и себе подобных и поставил во главе Луганска и Донецка. Ну, если это, извините за грубость, меня упрекают, но когда я вспоминаю об этих людишках, у меня, кроме как по-солдатски, у них выражений нет. Это просто мерзавцы и подонки, это слабо сказано, что относятся к этим людям. Просто слабо сказано. Игорь Иванович, что вы можете сказать о таких событиях, как новое назначение Кириенко, отмена визита Путина во Францию, первая сбастовка шахтеров в Приморье? Назначение Кириенко демонстрирует, что Путин, во-первых, избавляется от старой гвардии, то есть людей, которые работали с ним в предыдущий период. Во-вторых, что он подчеркивает его крен в сторону либералов, правых западников. Кириенко по всем параметрам относится к либералам, он является человеком Чубайса с давних времен, он входил в союз правых сил, руководство союза правых сил в течение многих лет. Про его этническое происхождение и так тоже ясно. человек, опять же, из когорта ельцинских героев, которому было поручено провести дефолт и принять на себя все ответственность за него. Его приход в администрацию, на внутреннюю политику показывает, какие приоритеты делает Путин. Кириенко не патриот вообще ни разу и никогда им не будет, даже формально. Даже если он попытается представить себя патриотом, это просто теоретически даже невозможно. Нет, он либерал. На самом деле, фактически, внутренняя политика в администрации президента приводится в соответствии с той политикой, которую проводит наше либеральное, укомплектованное западниками правительство. Крен в эту сторону очевиден. Еще раз, еще один знак припинания, поставленный в надпись «Реформировать нельзя, оставить как есть». Не собирается Путин проводить никаких реформ во внутренней политике, нацеленных на изменение ситуации. Сырьевой придаток является фактически его идеалом. Да, в качестве руководителя Минатома, по многим отзывам, Киренко оказался достаточно компетентным человеком. Атомная промышленность при нем не оказалась не уничтожена полностью, как многие другие отрасли. Нет данных и о шубохранилищах, я думаю, они, конечно, есть, куда же без этого, но, по крайней мере, скромен и умеет прятать в конце года. Но идеологию-то никуда не денешься. Его поставили руководить внутренней политикой. Внутренней политикой ярый либерал и западник будут руководить так, как руководят и либералы и западники. Что касается отмены визита Путина во Францию. Ну, как принято говорить, хорошая мина при плохой игре. Президент Франции Алан заявил, что он не видит необходимости встречаться с Путиным, поставил под сомнение данный вопрос. И после этого вдруг Путин самостоятельно решает не ехать во Францию. Мы же многого не знаем. До нас, мы же не читаем французскую прессу, до нас, если там что-либо и печатают, то только в наших перепечатываются, в нашем интернете, в наших СМИ, это только хвалебные отзывы о Владимире Владимировича. Что там реально пишут, мы не знаем. Может быть, даже если бы я свободно читал по-французски, я бы, наверное, мог бы более компетентно говорить. Но даже с точки зрения здравого смысла, видимо, Алан действительно собрался не встречаться с Путиным и дал ему об этом понять. И Владимир Владимирович, чтобы не нарваться на публичное раскорбление, на плевок в лицо, он сделал хорошую мину и вдруг передумал уехать во Францию. Беря более широко, можно сделать вывод, что астракизм Путина усиливается на Западе. Что, собственно говоря, неудивительно. Два с половиной года капитулянской политики на Донбассе, невнятная, бессмысленная, резко ослабляющая Россию и российские позиции авантюра в Сирии, они не могли не отразиться на престиже и на позициях Путина в среде ему условно равных лидеров стран мирового сообщества. Поэтому очередной симптом, что вокруг Путина создается образ неприкасаемого. И он может сколько угодно этим кричать, что это все ерунда, но это факт. По тому же пути проходили Милошевич, Каддафь, Хусейн. Россия, конечно, большая страна и более сильная. Но с учетом нашей так называемой элиты, абсолютно зависимой от Запада, ментальной, финансовой позиции, у Путина не позавидуешь. Мягко говоря, не позавидуешь. И самое досадное, что он не собирается их никак менять. Вот то, что я сказал про Кирьенко. В этом вы упомянули о забастовке, которая даже комментируется в интернете, в отличие от многих других социальных выступлений трудящихся. На Дальнем Востоке в одной из шахт около ста рабочих начали голодовку. Ну, частичную голодовку, потому что сладкий чай это уже, значит, не совсем голодовка. Но поскольку они не покинули рабочих мест и продолжили выполнение своих обязанностей, конечно, шахтерский труд не настолько легок, чтобы можно было голодать на рабочем месте без какой-либо вообще пищи, подпитки, здоровья. Речь идет о борьбе против сокращения реальной зарплаты, поскольку, насколько я знакомился с вопросом, мы им отменили премиальные, которые раньше выплачивались более-менее регулярные и помогали поддерживать достойную жизнь. Ну, звоночек, симптом. С одной стороны, это демонстрирует, что люди готовы бороться за свои права, все-таки. С другой стороны, что власть более не может контролировать интернет, с точки зрения, чтобы об этом вообще никто нигде не писал. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что на Дальнем Востоке получается, можно публиковать забастовку шахтеров. А подобная же, намного более острая ситуация в Донецке, Ростовской области, она вообще не освещается никак. Там люди более полугода или даже года не получают никакой зарплаты на одной из шахт. И бастуют, и протестуют. Об этом не пишут вообще. Видимо, слишком близко к центру. Опять же, на границе с воюющим регионом, с Новороссией. Поэтому эту ситуацию стараются погасить, не вынося. Но и при этом не гасит. Никак не гасит. У власти, получается, нет рычагов заставить владельцев шахты выплатить средства. И нет средств, чтобы выплатить эти деньги за должность вместо обанкротившихся владельцев. Ну, первые ласточки социального протеста. Насколько он будет окажется мощным, созидательным или разрушительным, покажет время. Пока о созидательном речи не идет. Социальный протест будет, естественно, шириться. Количество по мере того, как постепенно истощаются резервы государства, намного быстрее истощаются резервы частных компаний, физических лиц. Думаю, следующий год будет в этом плане намного более активным. Потому что, если в государстве еще и останутся средства для того, чтобы финансировать силовиков и бюджетников, то в частном секторе, особенно в мелком и среднем, вал банкротств может просто захлестнуть страну и резко ухудшить социально-экономическую обстановку в целом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!